Сегодня собралось все высшее руководство Apollo Engineering. И я, как руководитель агентства, должен сегодня обнародовать вам материалы проекта Islas Pira. Программа идет с переменным успехом. Уже есть первые жертвы программы — записи команды наемников. Прослушаем сообщения от главного научного сотрудника, а потом выйдем с ним по спутниковой связи. Исследования Islas Pira шли довольно хорошо. Нам удалось обнаружить всего лишь 10 видов на конкретном обитании острова. Это вблизи джунглей, рек и единственного болота. Пока эти 10 видов не представляли для нас небольшую опасность, но один вид оказался для нас крайне любопытным в изучении — это Ютараптор. Ютараптор — это стайный хищник, который нередко появлялся и был замечен нами даже в своих некоторых других разновидностях — штанг мутаций. Но в них позднее. Ютараптор существует лишь в одном варианте. Его пернатый аналог проживал в штате Юта около 65 миллионов лет назад. Но здешняя Юта, как мы даже прозвали ее местной Ютараптор, отличается от своего прообраза тем, что у нее отсутствует перевод покров. По размерам и по весу она довольно крупнее. Следующий же вид, который показался нам довольно любопытным — это оказался Бейпиевозавр. Пока лишь сохранились некоторые записи этих проворных и юрких тиризинозавров. Но я уверен, мы сможем узнать о них больше, когда проект уже дойдет до следующей фазы под номером 6. Также хотелось бы порадовать нашего руководства тем, что нам удалось все-таки поймать одного из мутантов — гиперэндокринного Ютараптора. Пока что единственного в своем виде. Больше нам, к сожалению, обнаружить не удалось. Также, с большим мнением, со слезами на глазах я хочу сообщить, что Ютараптор вырвался на свободу и разрушил один наш наблюдательный пункт. Наши разведчики пытались выяснить его в какую-то дислокацию, но это выяснить не удалось. Ютараптор был очень быстро, скрытен и проворен, что даже наши скрытые камеры расположены в лесу на тропинках и даже под водой не смогли его обнаружить. Но зато на наши камеры попались три новых существа, которых мы раньше не видели на этом острове. Ну, если бы точнее в данном точке обитания, вместо обитания этих десяти видов. Это цератозавр, традон и бепиозам. Цератозавр появлялся в наших архивах даже со времен проекта Легаси. А вот бепиозавр и традон являются новыми, они являются эндемиками этого острова. Найти их деревьев нам больше не удавалось. Опять же, ждем подтверждения нашего благоруководства о перехода нашего проекта Еврима в фазу 6, где мы наконец-таки получше изучим эти два вида и проведем даже некоторые полевые испытания на людях.